ПОСЛАНИЕ К КОЛОССИНОМ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений «не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся», что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно-мудрии и изнурении тела, в некотором небрежении, а насыщении плоти. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа От Луки Святое Благовествование Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему, «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищение и лукавство, неразумные. Не тот же ли кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть. Тогда все будет у вас чисто». Светильник телу есть око. Игда оба око твое просто будет, все тело твое светло будет. Игда же лукаво будет, и тело твое темно. Бляди оба, и да свет, и же в тебе тьма есть. А, с чего тело твое все светло, не и мы некие части темны, будет светло все, як усе, егда светильник блистанием просвещает тя. Игда же глаголыше, моляше его фарисей некий, да обедует у него. Шед же возлеже. Фарисей же, видев, дивися, як они прежде крестисья первые обеда. И че же Господь к нему. Ныне вы, фарисеи, внешние скляницы и блюда очищаете. Внутреннее же ваше полно граблений есть и лукавства. Безумние, не ижели сотворив внешнее, и внутреннее сотворил есть. А ваших сущих дадите милостыню, и все вся чисто вам будут. Братья и сестры, сегодня мы обратимся к памяти мученика Павла Парфенова. Павел Никитич Парфенов занимался торговлей и был церковным старостой в Касимовском уезде Рязанской губернии. До революции большинство жителей деревни Лощинина работали на фабрике Зайцева. На ней и по сей день вяжут сети. И, получая нищенскую зарплату, часто брали товары в долг у Парфенова. И вот идет, бывало, должник в лавку, чтобы расплатиться. Парфенов подсчитывает его долги и видит, что бедняге придется отдать почти всю получку. «Эй, брат, на что же ты жить-то будешь?» говорит он, зачеркивая долговые записи и еще дает рабочему пригоршню конфет. «На, неси гостиниц, ребята!» Осенью 1918 года в Касимове вспыхнуло восстание против советской власти. Часть недовольных прошла в город через Лощинина. И хотя здешние крестьяне в восстании не участвовали, к ним вскоре прибыл отряд карателей латышей. Людей выстроили в шеренгу, намереваясь расстрелять каждого десятого. Председатель местного совета сумел доказать, что лощининцы не бунтовали. Тогда латыши взялись за Парфенова. Напрасно заступалась за него вся деревня. Конные латыши некоторое время гоняли лавочника нагайками по деревне, а потом застрелили. Недавно в его доме в деревне Лощинина Касимовского района Рязанской области открылась церковь. Теперь в парфеновской лавке свидетельницы его добрых дел совершаются богослужения. Дорогие братья и сестры, в ходе истории человечества разные народы играли разные роли. Кому-то выпадали роли положительные, кому-то отрицательные. Еврейский народ был избран для высочайшей обязанности быть хранителем единобожия и стать колыбелью для рождения Спасителя нашего Иисуса Христа. Но и этот же народ кричал перед Пилатом слова «Распни, распни его!» Японскому народу выпало стать первой жертвой ядерного оружия, тогда как немецкий народ вошел в историю как первый носитель страшного нацистского мировоззрения. Наш народ тоже совершил в XX веке множество ошибок. А читая жития новомучеников, наверное, каждый второй невинно убиенный христианский исповедник пострадал от рук латышских стрелков. Что же это за подразделения такие? В годы революции существовала в России такая поговорка «Советская власть держится на еврейских мозгах, латышских штыках и русских дураках». Была тогда у простого народа в ходу и иная фраза «Не ищи палача, а ищи латыша». В дни Октябрьского переворота латышские полки не допустили отправки контрреволюционных войск с Северного фронта в Петроград. В 1919 году лидер большевиков Латвии Стучко писал «Латышские полки первыми и почти поголовно перешли в Красную социалистическую армию, самоотверженно и храбро исполняя свой революционный долг пролетарской армии, как на внутреннем, так и на внешних фронтах РСФСР». Чекистское начальство в значительной мере состояло тоже из латышей, и первым среди них вспоминается Петерс, заместитель председателя ЧК. Вот лишь несколько цитат из его публичных выступлений, относящихся к 1918-1919 годам. «Я заявляю, что всякая попытка русской буржуазии еще раз поднять голову, встретить такой отпор и такую расправу, перед которой побледнеет все, что понимается под красным террором». И далее. «Произведена противозаразная прививка, то есть красный террор. Прививка эта сделана всей России». Это писал Петерс о расстрелах сотен заложников после покушения на Ленина и убийства Урицкого в 1918 году. Потом Железную гвардию Октября отправляли наводить порядок в Муроме, Рыбинске, Калуге, Саратове, Нижнем Новгороде и других местах. Они занимались так называемой профилактикой. В 1919 году по железнодорожной ветке между Череповцом и Вологдой ежедневно курсировал карательный поезд с отрядом латышей и матросов. Очевидцы вспоминали, поезд останавливался на какой-нибудь станции, и отряд по своему усмотрению или доносу начинал производить обыски, реквизиции, аресты и расстрелы. На официальном языке это называлось «выездной сессией особого отдела ВЧК». Что ж поделать, любому народу может выпасть та или иная печальная историческая роль? Страшно себе представить. Быть может, если бы не латышские полки, может быть, не было бы 70 лет ужасной безбожной власти над нашей Родиной, не было бы гонений и репрессий. Но нам не нужно винить живущих ныне латышей. Им тоже нелегко научиться жить с такой страницей своей истории. Трудно принять ее, а не отрицать. Наша же задача – извлекать уроки из истории. А мы медлим с этим. И стыдно нам в наших городах в Санкт-Петербурге, Орле, Казани иметь улицы в честь латышских стрелков. Стыдно в честь убийц и мучителей многих наших исповедников. Святые мученичи Павле, моли Бога о нас! Человек многопопечительный не может быть кротким и безмолвным, потому что необходимые причины обременяющих его дел принуждают его невольно, хотя бы и не хотел, заниматься ими и проводить в них время, и расточают его тишину и безмолвие. Посему иноку должно поставить себя пред лицем Божиим и всегда непреложно возводить око свое к Богу, если истина хочет охранять ум свой, дознавать, прекращать и отклонять малые вкрадывающиеся в него движения и в тишине помышлений различать входящее и исходящее. Частые недосуги иноков служат признаком их расслабления в готовности к деланию заповедей Христовых и обнаруживают их недостаточность для Божественного. Без освобождения от забот не ищи света в душе своей, не тишины и безмолвия при расслаблении чувств своих. При недосугах отдел не умножай недосугов своих и не найдешь парения в уме своем или в молитве своей. Без непрестанной молитвы невозможно приблизиться к Богу. После же труда молитвенного возложение на ум нового попечения производит расточение мыслей. Слезы, удаление себя по голове во время молитвы и пламенное усердие к продолжению молитвы пробуждают в сердце горячность, сладость и слез. И сердце с похвальную восторженностью воспаряет к Богу и вызывает «Вожжада, душа моя, к тебе, к Богу крепкому, живому, когда прийду и явлюся лицу твоему Господи». Псалом 41, стих 3. Кто пил вина сего и потом лишился оного, тот один знает, в каком жалком состоянии оставлен он и что отнято у него по причине расслабления его. Сколько худо для живущих на безмолвии и лицезрения людей и беседа с ними. Подлинно, братья, гораздо хуже, нежели для несоблюдающих безмолвия. Как сильный град, внезапно выпав на древесные плоды, иссушает их и уничтожает. Так свидание с людьми, хотя бы они были весьма кратковременны и допущены по-видимому с добрую целью, иссушают цветы добродетелей, только что рассветшие от срастворения безмолвия, нежно и роскошно увенчавшие собою стебель души, насажденные при исходящих ввод покаяния. Псалом 1, стих 3. И как сильный иней, покрыв собой едва изникшую из земли зелень, пожигает ее, так и свидание с людьми пожигает корень ума, начавший производить от себя злак добродетелей. И если вредит обыкновенно душе беседа с людьми в ином воздержными, а в ином имеющими малые только недостатки, то не гораздо ли более вредный разговор и свидание с людьми невежественными и глупыми, не говорю уже, смирянами. Как человек благородный и почтенный, когда упьется, забывает свое благородство, и бесчестится его состояние, и осмеянию повергается честь его за чуждые помыслы, вошедшие в него от вина. Так и целомудрие души возмущается лицезрением людей и беседуя с ними, забывает свою осторожность в мысли у человека, изглаждается намерение воли его, и искореняется всякое основание к похвальному устройству жизни. Посему, если свидание с людьми и рассеяние себя с пребывающим на безмолвии случающееся при парении мыслей или даже одно приближение к чему-либо, чтобы видеть или слышать это, достаточное уже к тому, чтобы входящие вратами зрения или слуха производило в человеке холодность и омрачение ума для божественного, если краткий час может причинить столько вреда воздержанному иноку, что сказать о всегдашних свиданиях и долговременном в этом коснении. Испарение, исходящее из чрева, не позволяет уму принимать в себе божественное познание, но омрачает его подобно туману, подымающемуся из влажной земли и помрачающему воздух. А гордость не понимает, что ходит во тьме и не имеет понятия о мудрости, ибо как ей знать это, пребывая в своем омрачении. Посему-то омраченным помыслом своим и превозносится она паче всех, будучи и ничтожно, и немощно, и не способна познавать пути Господни. Господь же сокрывает от нее волю свою, потому что не восхотела она ходить путем смиренных. Но Богу нашему да будет слава во веки веков. Аминь. Помилуй меня, Боже, по велиции милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, не паче умыми от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною есть вынок, тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якуда управдишися во слове всех Твоих и победиши в негда судить идти. Себо в беззакониях зачат есмь и во гресех родимя мати моя, себо истину возлюбил еси безвестная и тайная премудрости Твоей я явил ми еси. Окропишем я и сопом и очищуся, умыешем я и паче снега убелюся, слуху моему дать радость и веселье возрадуются кости смиренные, отвратилице твое от грех моих и вся беззакония моя очисти сердце чисто созиждево мне Божий дух прав обнови его утробе моей не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего святого не отыми от меня воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Младычным утверди мя научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратяться избавим от крови Боже Боже спасения моего возрадуется язык моей правде Твоей Господи уст немое отверзиши и уста моего возвестят хвалу Твою Яко Яко ащебе восхотел если жертвы дал выхубо все сожжения неблаговолиши жертва Богу Дух сокрушен сердце сокрушен и смирен но Бог не уничижит ублажи Господи благоволением Твоим Сиона и до сожжения стены Иерусалимские тогда благоволиши жертва правды возношение все сожигаемое тогда возложат на алтарь Твой цельцы живые в помощи Вышнего в крови Бога Небесного во дворица речет Господи Везаступник мой Иси прибежище Мое Бог мой и уповай на Него Яко то избавят от святи ловчи и от своей семья тежно плечма Своей осенит Тя и под крыле Его надеяшися оружием обытит Тя истинно Его не убоишися от страха ночного от стрелы летящие во дни от вещи во тьме приходящие от зрящей бесополуденного подет от страны Твоя тысяща и тьма одесную тебе к тебе же не приближится обача чим от твоим осмотришь и воздаяние грешников узреши Яко ты Господи упование мое вышнего положилось и прибежище Твоем не придет к тебе зло и рано не приближится телеси твоему Яко ангелам своим заповесть о тебе сохраните тебя во всех путях твоих на руках вознут тебя да никогда преткнешь о камень ногу твою на спидой василиска наступишь и поперешь и льва и змия Яко намя упова и избавлю и покрыю и Яко позна имя мое воззовет ко мне и услышу его с ним есть скорби и зму его и прославлю его долго тою дни исполни его явлю ему спасение мое помилуй мя Боже помилуй мя яко на теплого душа моя и на сень крилу твоею надеюсь а дом ниже придет беззаконие воззову к Богу Вышнему Богу благодей шему мне посла с небес и спас мя дадив поношение попирающий имя посла Бог милость свою истину свою избави душу мою от среды скивнов поспак смущен сынови человечести зубы их оружие и стрелы язык их меч остр вознеси си на небеса Боже и по всей земле слава Твоя сеть уготоваши ногам моим и сляко душу мою ископаши предлецем моим яму и в подошвню готово сердце мое Боже готово сердце мое воспою и пою во славе моей восстань слава моя восстань псалтирь и гусли восстану рано исповемся тебе в люди Господи воспою тебе во языцах яко возвеличися до небес милость Твоя и даже до облак истина Твоя вознесися на небеса Боже и по всей земле слава Твоя воздвигло хочем и в горы отнюдь уже прийдет помощь моя помощь моя от Господа сотворшего неба и землю не дашь во смятение ноги Твои я ниже воздремлет храняй Тя сене воздремлет ниже уснет храня Израиля Господь сохранит Тя Господь покров Твой на руку десную Твою во дни солнце не ожет Тебе ниже луна ночью Господь сохранит Тя от всякого зла сохранит душу Твою Господь Господь сохранит вхождение Твое и исхождение Твое отныне до века Твое Испогоди нас влады Бог содержавение неоспешно смейте призывать и Тебе Небесного Бога Бога и Двого Ти на небесе на небесе ПЕСНЯ ПЕСНЯ Ко Пресвятей Владычице Нашей Богородице и Присно Деве Марии, со умилением помолимся. Пресвятая Богородице, спаси нас. Царице моя, преблагая, надежда моя, Богородице, приятели счастливых и странных предстательницей, скорбящих радостей, победимых по крови темнице. Зрящи мою леду, зрящи мою вскоре, помази ми, яко небо, шоу, окорми мя, яко странно, обиду мою веси, разреши ту, яко волеши, яко неима, иные помощи, разве тебе ни иные предстательницы, ни благия утешительницы, токма тебе, о Бога Мати, яко да сохранивши мя, и покрыеши вовеки веков, аминь. Святый Боже, святый век, и святый нестерпий, помни, луя. Святый Боже, святый век, 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.